Наступило время уже тому, чтобы законодательство о земле нужно менять. То есть все у нас в наше время движется, все у нас меняется, и эта сфера деятельности и жизни нашей также меняется. Много проблем, которые стоят перед населением, не решались годами. Случаи бывают разные, вплоть до того, что там 5 сантиметров курятника или сарая вынесло там за территорию, зашло, которое их же, допустим, ЛПХ. Но никаким образом узаконить, внести в техпаспорт мы это не можем, потому что есть нарушения, вышли за границу. Ну и получается, что лежит мертвым грузом, мы не знаем, как это все. Либо сносить, а здесь деньги уже затрачены, и люди уже, и газоны, и все это разбито, все красиво. С новым законодательством, конечно, сейчас становится гораздо проще. Если нет с соблюдением всех норм, с соблюдением нет никаких вопросов, проблем, то ради бога можно узаконить, можно внести, можно изменить границы. Очень много вопросов у нас по молодым специалистам, по молодежи, которые стоят на очереди. Очереди огромные, тем более те, которые вблизи города Могилева. Вот наши населенные пункты, они близкие. Конечно, очередь у нас большая, и очень много кто хочет строиться. Но нельзя растянуть вот этот населенный пункт, чтобы всем предоставить такую возможность. Конечно, и здесь в законодательстве также изменения можно, если мама или папа, родители предоставить своим деткам возможность строиться у себя на части, на своей части, если есть возможность. Раньше же так нельзя было. То есть раньше, получается, можно было только один дом иметь на участке. Ну а сейчас с разделением участка, присоединение ЛПХ, то есть здесь целевое значение, которое раньше никаким образом не менялось, сейчас есть выход из ситуации. И это, конечно, улучшает. И вот эти обращения, когда люди приходят, и ты понимаешь, что ты по-человечески понимаешь их, но не можешь никак помочь, это, конечно, накладывало свой отпечаток. Грустно от того, что пришли хорошие люди, помочь нельзя. Ну а сейчас, сейчас нам, верится, развязали руки, и можно уже будет нам таким образом помочь людям. Ситуация, значит, при реконструкции объекта недвижимости в населенном пункте, вот, залезли за границу участка, переделывали сарай. Соответственно, и в течение двух лет никак не могли ни землеустроительные службы помочь, ни БТИ для того, чтобы расширить границу участка и получить дополнительный участок земли. Соответственно, а сейчас, в связи с новыми введенными нормами законодательства, значит, земельной амнистии, да, так называемой, мы надеемся, что сейчас через райсполком на уровне местной власти, без прямого вмешательства президента, нам выделят земельный этот участок, и спокойно ведем эксплуатацию дом, и дальше все будет как нужно по закону. Добрый день, мы рады приветствовать вас в Белта, на нашем проекте «Страна говорит». Сегодня мы обсуждаем изменения в земельное законодательство, которые вступили в силу 18 июля этого года. Президент неоднократно подчеркивал, что земельные ресурсы и справедливость их распределения – это очень важный вопрос, вопрос социальной стабильности общества. 17 июля, как известно, подписан соответствующий закон, многое в этой сфере изменилось, и сфера эта волнует очень-очень многих. Очень многие люди ждали этих изменений, поэтому мы сегодня порассуждаем, поговорим о том, что уже изменилось в этой сфере, как работают изменения. Давайте еще раз вспомним, почему назрела необходимость изменить эти законодательные нормы. Перед тем, как изменяют законодательство, во всех регионах республики был проведен социологический опрос населения, где гражданами были высказаны проблемы, которые их волнуют. Ну и опять же, анализ той ситуации, которая складывалась, как и с земельными участками. Не секрет, что у нас сегодня есть очередь нуждающихся в получении земельных участков, и в то же время количество участков, которые могут быть предложены, оно минимальное. Поэтому с учетом предложений граждан, с учетом вот этих требований, которые назрели со временем, ну и вот эта вот корректировка законодательства и производилась. В взаимодействии с исполнительной властью, то есть это не только, будем говорить, предложения граждан были, но и также интересы местных органов власти, чтобы решить на местах ряд проблем, которые как бы есть, но решить в рамках того законодательства, которое действовало, ну не представлялось их возможным. Игорь Иванович, какие это были наиболее назревшие проблемные вопросы, которые требовали вмешательства? Давайте их назовем, некоторые из них. Ну то, что основное, это было предоставление земельного участка дополнительного. По старому законодательству получилось, что предоставить дополнительный земельный участок мы могли только с аукционом. Сегодня же нормы нового законодательства позволяют нам делать это упрощенно, по заявлению гражданина, которое будет подаваться в исполнительные комитеты местные. И, соответственно, после определенных проведения работы земельный участок будет гражданину предоставлен. То, что касается садовода, тоже у нас неоднократно были обращения, что я хочу, человек просит дополнительный земельный участок в садоводческом товариществе. Как правило, у нас садоводческие товарищества, они же участки разбиты. Соответственно, необходима была корректировка проекта организации застройки садоводческого товарищества, которое необходимо было проводить через исполкомы. Сегодня же данная норма нового законодательства позволяет это делать без корректировки на основании заявлений о гражданине. Какие из изменений, о которых мы говорим сегодня в земельном законодательстве, уже вступили в силу с 1 сентября? И часть из них, как известно, вступает в силу 1 января 2023 года. Давайте для всех еще раз проясним, что уже работает с начала осени и что заработает зимой 1 января. Хотелось бы сказать, что с 1 сентября уже действует ряд норм закона. И одной из таких норм является возможность приобретения гражданами земельных участков частную собственность или в аренду с несением платы за право аренды по пониженной стоимости, так называемой. То есть законом определены коэффициенты, это коэффициент 0,8. Он применяется для земельных участков, расположенных в городе Минске и областных центров. И коэффициент 0,5, который применяется при предоставлении земельных участков на иных территориях. То есть сегодня гражданин может написать заявление о местной орган власти, и ему земельный участок будет предоставлен частную собственность с учетом вот этого понижающего коэффициента. Следующая норма, одна из важнейших норм, которая поможет решить ряд вопросов, которые долгое время не могли быть решены. Необходимо было участие главы государства в их решении. То есть это так называемая земельная амнистия, которая тоже вступила в силу с 1 сентября. Ну и позволит там, где это можно, где будут соблюдаться ряд критерий, узаконить в случае самовольного занятия земельного участка, части земельного участка или нарушение целевого назначения. Ну то, что Игорь Иванович сказал, это норма, которая позволяет уже оформлять земельные участки на земельные участки или садоводческому товариществу или членам садоводческого товарищества по фактическому пользованию без внесения соответствующих изменений в проект организации застройки территории садоводческого товарищества. Ну опять же, там есть ряд условий. Одно из условий, что садоводческое товарищество должно быть создано до 1 сентября 2023 года, когда уступила данная норма. То есть это вот основные такие моменты, которые уже уступили и работают. А с 1 января 2023 года? А с 1 января 2023 года в силу вступает Кодекс Республики Беларусь о земле в редакции закона, который позволит гражданам, ну, во-первых, то, что было сказано Игорем Ивановичем, получать дополнительные земельные участки без проведения аукциона и без реконструкции жилых домов. Эта норма касается и непосредственно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые тоже для расширения производства могут получить такие земельные участки без проведения аукциона. Следующая норма, которая, опять же, назрела, просили давно ее, это возможность изменения целевого назначения. Первое – земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания объектов. То есть у нас действовал запрет, что если земельный участок был предоставлен для строительства и обслуживания объекта, то до завершения его строительства назначение участка изменить нельзя было. Сегодня, или с 1 января 2023-го, кодекс это позволит. Следующий момент – это земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства. Опять же, не секрет, если посмотреть на нашу карту, мы увидим ряд таких земельных участков, которые расположены в границах жилой застройки. На них можно смело строить жилые дома, они не противоречат ни генпланам, если они такие и есть, ни самой застройке территории, но поменять целевое назначение было до этого нельзя. Это вот что касается таких наиболее глобальных норм, которые вступают в силу. Которые расширятся с первого дня. Да, совершенно верно. Ну и следующий момент – совершение сделок земельными участками. То есть земельные участки можно будет отчуждать. Опять же, при соблюдении ряда условий, для такого раньше пустой земельный участок продать нельзя было. Сегодня это можно, но одно из таких условий, что срок строительства объекта на таком участке, он не будет меняться. То есть приобретатель такого земельного участка обязан построить объект. Те сроки, которые были определены первоначально при выдаче земельного участка. Совершенно верно. Спасибо, Сергей Васильевич. Ну, если можно, я дополню уже Сергея Васильевича, поскольку уже норма по предоставлению земельных участков частную собственность уже начала работать. В частности, в Витебской области уже около 10 участков уже предоставлены людям по льготной цене, так называемой, с коэффициентом 0,5. И ряд заявлений уже рассматриваются о возможности предоставления. Игорь Иванович, вот вы как представитель Витебщины, какие еще вопросы из прозвучавших, новации по земельному законодательству вызвали живой интерес? Вы это чувствуете по обращениям, по заявлениям, по попыткам разъяснить граждан? Что вызвало наибольший интерес из прозвучавших новаций? Ну, вот на сегодняшний момент люди приходят в исполкомы с предоставлением дополнительных земельных участков. Да, они, как правило, видят, что там участки пустуют, растет бурьян. И ряд граждан желают приобрести эти участки. Много таких заявлений в сентябре? Это десятки, сотни? Пока идет разъяснительная работа, мы разместили статьи в местных средствах массовой информации, но люди просто звонят по телефону. Можно, нельзя, поэтому мы их направляем в соответствующие местные исполнительные комитеты для того, чтобы на местах рассмотрели возможность предоставления таких земельных участков. Я думаю, что с учетом данной нормы, люди будут, те, которые заявления поступили, будут удовлетворены в их просьбах. Одно из очень важных изменений, которое дает обновленное земельное законодательство, которое на слуху у всех, это возможность теперь разделить земельные участки, которые выделены под строительство и обслуживание жилого дома. По-простому говоря, живет на участке в 25 соток бабушка с дедушкой. У них есть дети и внуки. И дети просят, можно мы построимся у тебя, мама? Мама и не против, но по прежнему законодательству она такого сделать решительно не могла, вообще не могла. Теперь, я так понимаю, процесс изменился. Да, действительно, до 1 января разделить земельный участок можно было лишь при условии раздела непосредственно жилого дома. После 1 января такая возможность у граждан будет. Но, опять же, при соблюдении ряда условий и совокупностей, то бишь, чтобы вот этот раздел, он не противоречил градостроительным нормам, да, создаваемые участки были обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой, да, ну и земельный участок необходимо приобрести частную собственность. В каком случае нельзя будет построить близкому родственнику, даже с учетом того, что есть территория, скажем, 25 соток, да, и более, в каком он не сможет построить? Он не сможет построить, если не будет согласоваться с градостроительными требованиями и строительными нормами. То есть, ну, невозможно размещение на земельном участке строения, да. То есть, не всегда, когда участок большой, его можно разделить и построить. То есть, к строительству дома, опять же, предъявляется ряд критериев и требований, где его можно строить и где нельзя. Ну, как я говорил, что должна быть минимальная инфраструктура инженерная обеспечена, чтобы и возможность подключения к линии электропередачи, да, и к другим разным коммуникациям. Ну, и самое главное, что создаваемые земельные участки в ходе раздела, они должны быть обеспечены подходом или проездом, чтобы это не была территория, к которой нельзя подступиться, да, чтобы не ходили по земле соседи, соседа или еще как. Ну, вот это одно из таких условий. Спасибо, Игорь Иванович. Вы ожидаете всплеска таких обращений с 1 января, вала? Думаю, что с учетом этих норм, конечно, люди пойдут за землей, потому что сегодня... Это проблемный вопрос. На Витебщине достаточно земельных участков, которые могут быть предоставлены именно людям дополнительно и для ведения личного подсобного хозяйства, иного участка для строительства и обслуживания жилого дома. Даже у нас до еще вступления, до разработки данного нормативного акта люди приходили. Внук, вот я помню, приходил внук, который говорит о том, что вот у дедушки есть ЛПХ, дедушка готов мне предоставить его для того, чтобы я построил там дом, чтобы я ему помогал. Но раньше такое законодательство не позволяло. Сегодня, я думаю, что с учетом тех норм, которые вступят в действие, строительство дома будет возможно. Но опять же, как Сергей Васильевич сказал, при определенных условиях, если не нарушается норма. Еще одна новация, которую ждут очень многие люди, которая обсуждается сейчас в областях и в районах страны, это, разумеется, возможность изменения целевого назначения земельного участка. Ну, грубо говоря, мы брали участок для огорода и садоводства, и раньше не имели возможности и права построить там дом без изменения его целевого назначения. А получить такое целевое назначение можно было, нельзя было вообще. Вот сегодня здесь многое упрощается, и человек сможет построить себе дом, изменив целевое назначение земельного участка. Так ли это? Да, действительно, возможность изменения целевого с 1 января 2023 года появится. Это актуальная тема. Обращения были не только в областполком, но и в Государственный комитет по имуществу. Обращались граждане из Брестской области, из Могилевской области, и та же исполнительная власть обращалась за заявление, помочь решить вот эту вот ситуацию. Поэтому сегодня, где это не будет противоречить застройке, конечно, целевое назначение можно менять. А как это будет происходить? Что потребуется от человека? Что потребуется от человека? Ну, первое, он должен обратиться в исполком с заявлением. То есть, по любому случаю, у нас сегодня гражданин, заинтересованный в том или ином действии, связанном с земельным участком, он должен непосредственно обращаться в местный исполнительный комитет. Ну, а дальше этот участок нужно приобрести в частную собственность. Там, где в частную собственность приобрести земельный участок нельзя. То есть, у нас есть ограничения на земли, которые не могут быть предоставлены в частную собственность. То есть, гражданину тогда предоставляется земельный участок в аренду с несением платы за право аренды. Ну, и если ничему не противоречит, то тогда без всяких вопросов райисполкомам будет или сельским советам принято соответствующее решение. Если перевести это на простой язык, раньше человек получил себе, например, 6 соток земли в садовом товарищества для ведения садоводства. Грубо говоря, сад, огород. Ему теперь не нужно тратить деньги на то, чтобы перепрофилировать этот участок для строительства дома. Я верно понимаю, что садовое товарищество нужно... Есть момент, да, совершенно верно. Потому что садоводческое творительство, у нас в границах садоводческих творительств земельные участки могут быть предоставлены только для ведения коллективного садоводства. Но это и, скажем так, не ограничивает в постройке строения садового домика, который, ну, пока на сегодняшний день является садовым. Не для проживания, хотя иногда и проживает там круглогодично при возможности там отопления и так далее. Но целевое назначение строительства жилого дома, оно не подразумевает. Игорь Иванович, а можно привести вот такой пример, который нам покажет целевое изменение назначения участка, как это будет работать, как было и как будет? На каком-то примере, чтобы все поняли. Я, наверное, возьму за пример, наверное, индивидуальное предприниматель или юридическое лицо. Если вот они строили, например, магазин, где них нету, не могу достроить, он может обратиться. И опять же, если возможности будут позволять, ему предоставят земельный участок для других целей. То есть, например, для строительства и обслуживания жилого дома. Опять же, он пойдет с заявлением либо в сельский совет, либо в райисполком. Ну, с учетом всех норм законодательства, райисполком или сельисполком рассмотрит заявление и вынесет соответствующее решение. То есть, там не надо будет ни менять границы земельного участка, ни какие-то заказы землеустроительной работы. Просто райисполком примет решение, рассмотрит в установленном порядке. По возможности будет таким образом удовлетворена просьба. Вот здесь, позвольте, один момент еще важно вставить. Вот мы говорим, что возможность вот этих снятий ограничений, как мы их называли раньше, ограничения. То есть, то, что нельзя, станет можно. Опять же, обязанность это приобрести, выкупить земельный участок. Надо добавить, что выкупаться земельные участки будут по рыночной стоимости. На тех территориях, так называемых золотых землях, которые обязаны местные исполнительные комитеты, область полкома и город Минск определить до 1 января 2023 года. То есть, на тех территориях земельные участки будут приобретаться по рыночной стоимости. Что не вошло, то они будут приобретаться по кадастровой стоимости. Если же получается, у нас гражданинам вносилась плата за частную собственность, она вносилась не в полном размере, потому что сегодня УК-667 позволяет разным категориям граждан вносить плату и 50%, кому-то бесплатно предоставлять, кому-то 80% платить, то они должны доплатить до 100%. И вот это одно из таких существенных условий. Если же у нас получается, что рыночная стоимость будет выше кадастровой стоимости, то тогда гражданинам доплачивается вот эта разница между кадастровой и рыночной стоимостью. Это один из таких моментов, которые необходимо озвучить. Я говорю, соответствующие разъяснения по этой теме будут у нас на сайте размещены. Поэтому всем интересующимся, я думаю, к ноябрю месяцу это все будет расписано по нормам, которые уступят с 1 июля, они могут на сайте у нас интересоваться. Ну и еще один момент. Вот те нормы, которые уступили, соответствующие разъяснения тоже на сайте Государственного комитета по имуществу размещены. Поэтому граждане, которым интересно, как они применяются, размещены алгоритмы действий. То есть, куда я должен с чем обратиться, это тоже на сайте есть. Пожалуйста, заходите на наш сайт, смотрите. Ну, я думаю, там все детально, ясно написано. А что непонятно, можно уточнить у местного органовластика. Многих взволновала новость и удивила, люди обсуждают ее, о том, что будет изменяться размер предельной площади участка на обслуживание жилого дома. Сейчас это в Минске, по-моему, до 15 соток, в областных центрах и районных до 25 соток. А тут прошла информация, что с введением нового законодательства эти показатели увеличились чуть ли не в 4 раза, до гектара. Это так? Да, действительно. У нас сегодня минимальная площадь земельного участка, который может быть предоставлено в городе Минске, составляет от 0,05 соток до 0,15. Ну и в то же время, те населенные пункты, которые когда-то были включены в границу города Минска, та индивидуальная жилая в застройках, где строились дома, там площади участка были больше. Ну и чтобы как-то решить вопрос, их гражданам предоставляли для огородничества. То есть все, что превышает 15 суток, давались для огородничества. Но вместе с тем на этих участках, опять же, размещены какие-то строения и все остальное. Сегодня законодательство позволяет в городе Минске именно новое предоставление площадь земельных участков и областных центров не должна превысать 0,15 соток. В иных городах, поселках городского типа или городских поселков площадь устанавливается максимальная до 0,25 соток. В сельских населенных пунктах до 1 гектара. А при создании хуторов или на хуторах, такая площадь, опять же, определяется органами местной власти. И она может быть даже больше 1 гектара, исходя из местных условий, опять же, и потребностей. При предоставлении в городе Минске областных центров земельных участков, которые находятся в пользовании граждан, на которых расположены строения, то площадь допускается до 0,3. То есть, ну, вот эти те участки, которые отдавались для огородничества, для этой размещенной постройки, сегодня есть возможность, опять же, узаконить, чтобы было просто целевое назначение для строительства и обслуживания жилого дома. И площадь составляла на 0,3 гектара. Игорь Владимирович, для понимания, ну, например, типичная там деревня или даже хутор, у кого-то есть 25 соток, да, а у него еще сзади выгон, и он понимает, что он хотел бы взять еще 25, а может быть, два раза по 25. На каких условиях человек будет выкупать или брать эту землю? 25 у него есть, он уже живет, у него построен дом. Вот он, вышло изменение законодательства, и у него амбиции возросли и притязали. Новое законодательство позволит человеку получить земельный участок до гектара. Даже я могу сказать больше, наверное, что сегодня у нас в районных центрах, мы же, как правило, по старому законодательству 15 соток. Сегодня человек, гражданин, при наличии, конечно, свободных земель в этом районном центре, может, посмотрев, что у него там есть возможность предоставить земельный участок еще 5 соток, 10, обратиться в райисполком, высказывая свою просьбу о предоставлении земельного участка до максимально возможных размеров. То есть до 25 соток. В каких условиях он ее получит на эту землю? Ну, условия, смотрите, если основной участок, опять же, выкупался, то за дополнительный придется заплатить. Если же у него участок... По кадастровой цели, да? Да, по кадастровой стоимости. Если же земельный участок у него находился на ином виде права, ну, пожизненно, наследовая аренда без внесения плака, то дополнительно ему на этом... То есть платить не надо, дополнительно ему будет предоставлено на том же праве, на котором предоставлен и основной земельный участок. Я умышленно начал наш разговор с обсуждением новаций, которые есть, для того, чтобы подвести к очень важному моменту, который несет новый земельный кодекс. Не все его уловили, но еще раз его проговорим. Все вот эти изменения, которые мы назвали, они будут фиксироваться и регулироваться сейчас местной властью, на местном уровне. Рай с полкомами, область с полкомами. Как вы считаете, как это увеличит скорость принятия решения и улучшит ли оно качество принятия решения сегодня? Я так понимаю, что ставка делается именно на это сегодня. У нас и до этого вот эти решения, они входили в компетенцию местных органов власти. То есть в границах населенных сельских пунктов, естественно, решения сельскими советами принимались, в районных центрах, районными центрами. Здесь в связи с вступлением закона в силу и редакции кодекса у нас правительству переданы следующие полномочия. Это определение порядка изъятия и предоставления земельных участков, ну и иных, связанных с этим процедур. То есть сегодня есть действующий указ 667, и этим указом утвержден ряд положений, которые определяют порядок изъятия земельных участков, порядок перевода их из одной категории в другую виду земель, порядок формирования земельных участков на аукционы. Вот эта вот функция определения вот этих порядков, она передана непосредственно правительству. Что касается передачи полномочий местным органам власти, то вот эти полномочия, они касаются возможности узаконения вот этих фактов, выявленных нарушений, которые были выявлены и по результатам проведенной инвентаризации земель, которая в этом году местными органами власти проводилась. То есть там, где нарушение затрагивает сельскохозяйственные земли, сельскохозяйственное назначение, там, где оно затрагивает лесные земли, лесного фонда, это непосредственно компетенция главы государства. Она и останется. Она и останется, совершенно верно. А эти более мелкие вопросы, они переходят на место. Совершенно верно. Я так думаю, оно убыстрит процесс. Для чего же оно и делается? Однозначно. Так, вопрос нашему уважаемому нотариусу. Татьяна Александровна, вот с вашей точки зрения, какие моменты сегодня, о которых мы говорим, вызывают сегодня наибольший интерес у граждан, с какими вопросами обращаются к вам? Какие изменения вызывают наибольший интерес? Поговорите их, пожалуйста. Упрощаются они или усложняются? К нотариусу граждане обращаются с разными вопросами. Что касается оформления прав на земельные участки, то это, как правило, сделки, такие как купли, продажи, дарения, либо оформление наследственных прав. И с учетом, получается, новых изменений, скажем так, будет сниматься ряд ограничений, касающихся оформления сделок на земельные участки. Например, очень актуальным вопросом является вопрос граждан, в течение какого срока можно отчуждать, продать, подарить земельный участок, который был предоставлен гражданам, как состоящим на учете нуждающимся. Он сокращается сегодня. Да, в настоящее время они могут продать этот земельный участок с момента эксплуатации жилого дома в течение 8 лет. С учетом новых изменений этот срок сокращается, и он составит 5 лет. Как бы изменение такое, скажем так, существенное, думаю, для граждан. Также здесь я бы еще обратила внимание на тот момент, что с учетом новых изменений в кодексе о земле появится возможность для граждан, которые пожелают приобрести земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, не привязываться к регистрации по месту. То есть граждане для того, чтобы сейчас приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, они должны быть зарегистрированы в данном населенном пункте. Да, по месту жительства, либо в черте сельского исполнительного комитета. Новые изменения позволят снять эту, скажем, обязанность их, и граждане могут быть зарегистрированы, допустим, в Минске, но приобретая земельный участок где-то в районе, в сельской местности, то есть не будет обязанности там регистрироваться. Что касается наследственных прав, здесь я бы полагаю уместно привести пример, с которым приходилось нам на практике сталкиваться с такой ситуацией, как нотариусом, так и наследником. И в случае, если завещатель написал завещание, согласно которому он завещал принадлежащий ему жилой дом и земельный участок, который ему принадлежит либо на праве собственности, либо на праве пожизненного наследового владения, наследнику, а не родственнику, то в настоящее... А потом выяснилось, когда пришел сам наследник нотариусу, что он не является уже гражданином Республики Беларусь, и не родственник, соответственно, умершему. И в таком случае нотариус не мог выдать свидетельство правильного наследства на земельный участок данному гражданину. То есть здесь наследовать смогут такие земельные участки только иностранные граждане, не родственники. Новые изменения снимут это ограничение, и у иностранных граждан, не родственников появится возможность наследовать такие земельные участки. Полагаю, что вот эти все новые изменения связаны с правоприменительной практикой, с этими проблемами, с которыми сталкивались не только наследники. Ну и как бы мы, как нотариусы, разъясняем такие неприятные потом дальнейшие правовые последствия. А также с основополагающим, скажем так, принципом судьбы земельного участка и расположенного на нем капитального строения. Ну мы видим, что очень многие моменты упрощаются в пользу граждан. Это самое главное сегодня, наверное, из тех изменений, которые мы обсуждаем. Так что у вас скоро работа прибавится, люди будут упрощаться. Мы так думаем. Возможно. Вот эта норма, которая позволит сегодня всем гражданам получить земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, независимо от места регистрации, это позволит во многом вовлечь вот эти земельные участки, которые находятся в населенных пунктах, воборот. Сегодня понятно, что население стареет, количество граждан уменьшается, которые проживают в сельских населенных пунктах. Поэтому вот эта норма даст нам беречь населенные пункты сельские. Ставка делается на горожан здесь, правда же? Мы живем в городе, чтобы мы не меняли прописку, мы могли взять домик в деревне. Это сделано для горожан. Правда же? Ну и граждане активно пользуются возможностью, скажем так, наблюдается тенденция, что... И опять же, ничто не мешает сегодня приписаться, получить участок и выписаться. А участок, он остается. То есть, ну, в законодательстве не было того, да. Ну, что хотелось бы добавить еще от участия вот этих новаций, да. Что сегодня, опять же, органам местной власти, то есть областным исполнительным комитетом города Минску, дано право определять еще цели, без которых земельные участки могут предоставляться на определенных территориях без аукциона. То есть, определяют территории, да, и даже вот те цели, которые сегодня прописаны, что они, для них земельные участки предоставляются для аукциона, с учетом дефицита земли, власть вправе определить, что это аукционная цель. И даже ЛПХ, вот возьмем просто Минский район, да, действительно, территория ограничена, все распахано, в деревнях уже, будем говорить, все обмерено, все зафиксировано, зарегистрировано. Но есть какие-то пятачки, да, и есть желающие, то есть желающих много. Ну, как власти сказать, что, почему я отдаю конкретно вот этому гражданину, да, совершенно верно. Поэтому такое право дано, что и для ведения личного подсобного хозяйства власть вправе установить, что это аукционная цель именно вот на этой территории. Ну, а то, что касается дополнительных предоставлений земельных участков, опять, чтобы все было прозрачно, да, если участок расположен там между двумя землепользователями, вот кому отдать, да, одному или второму? Как сказать, почему? То есть власть обязана этот участок включить в перечень свободных незанятых участков, да, разместить эту информацию в интернете, да, и по истечении месяца, да, если никто не придет, предоставит земельный участок непосредственно заявителю. Если обратиться несколько заявителей, да, ну, провести конкурс. Поэтому точно так же и с юрлицами поступаем. То есть это позволит прозрачно предоставлять, у кого лучшее условие или кому, понимаете, более нужно тоже, у кого-то есть хозяйство, да, животное там и семья большая, у кого-то нет, но просто он хотел бы получить этот участок. Поэтому вот эти моменты, они будут так прозрачно и рассматриваться. Сейчас мы переходим к самому такому, назовем, кассовому вопросу, который волнует абсолютное большинство наших зрителей. Речь идет о земельной амнистии. Этот вопрос не сходит с уст, он обсуждается, особенно положение его, уточнение. Поэтому мы давайте проясним. Не все понимают, говоря земельная амнистия, что это такое. Давайте проговорим, что такое земельная амнистия, кого она касается и коснется, и сколько она будет действовать, потому что она ограничена по времени. Да, совершенно верно. Что такое земельная амнистия? Это возможность узаконить факты тех нарушений, которые были выявлены или подтверждены, что это нарушение было совершено до 1 сентября 2022 года. Давайте их назовем. 5-6 типичных нарушений. Ну, будем говорить, строительство объекта за границей земельного участка. Или же часть объекта. То есть, опять распределены полномочия по принятию решений. То есть, там, где затрагивает вопрос занятия сельскохозяйственной земель, лесной земель, как я говорил, лесного фонда. То есть, решение принимается областными исполнительными комитетами, минским, городским, только при условии согласования зловой государства. Какие еще нарушения? Нарушение не целевое использование земельного участка, предоставление земельного участка, будем говорить, не в соответствии с компетенцией или не в соответствии с тем порядком, который был определен законодательством на момент его предоставления. То есть, не тот исполнительный комитет предоставил. Цель была аукционная, предоставили без аукциона. Требовалось предварительное согласование, земельный участок предоставили без предварительного согласования. Это вот основные моменты, именно которые есть, по которым необходимо принимать меры. Кого коснется области? Она коснется непосредственно всех субъектов, включая граждан, юридических лиц, кому предоставлялись, у кого есть земельные участки и которые занимались строительством на них объектов. То есть, это касается всех. И действовать она будет амнистией? Действовать она будет три года, поэтому хотелось бы попросить наших уезжаемых граждан спокойно к этому отнестись. Время есть. Исполнительные комитеты провели работу, выявили ряд вот этих вот фактов, таких вот нарушений, опять же, в рамках инвентаризации земель. И по каждому факту, естественно, в адрес землепользователей будет направлена соответствующая информация. Ну, опять же, хочется сказать, это не значит, что все выявленные факты, они могут быть узаконены. То есть, принять решение исполнительный комитет может, опять же, при соблюдении ряда условий. И одно из таких условий, это, будем говорить, плата за легализацию. То есть, лицо, допустившее нарушение, оно должно уплатить за тот земельный участок, который они самовольно заняли при строительстве объекта, плату по кадастру и стоимости. То есть, это не выкуп земельного участка в частную собственность или не внесение платы за право заключения договора аренды. Это, будем говорить, такой штраф. Называется плата за легализацию. Если у тебя основной участок принадлежит на праве частной собственности, то ты еще раз должен заплатить, чтобы этот участок уже дополнительно на том же праве получать. Суммы мы можем назвать абсолютно на этих штрафах, чтобы люди знали за легализацию. По кадастровой стоимости. Скажет диапазон. Нет, разные, на разные территории. У нас стоимость разная даже в населенных пунктах. Ну, вот в Витебске для граждан порядка 12 долларов за квадратный век. Например, в Бешенковичах у нас порядка 2 долларов за земельные участки расположены для строительства и обслуживания жилого дома. Но в усадебной застройке порядка 2. Все зависит от площади и от кадастровой оценки. Сегодня по результатам инвентаризации у нас выявлено 11 666 земельных участков. Самый большой процент, 33 процента, это те земельные участки, которые люди заняли под огородничеством. То есть распыхали, посадили. То есть из 11 600 30 процентов самоволки? Вы так хотите сказать? Нет, так самоволка 11 600. А всего сколько участков? Около 35 тысяч. То есть получается, что треть с нарушениями, самовольным захватом. Вы назвали цифру по области. Скажите, пожалуйста, Игорь Васильевич, какая цифра сегодня по республике? Я знаю, что инвентаризация земельных участков еще не окончена, но процентов 70 ее уже выполнено. Что показывает инвентаризация? Инвентаризация в части того порядка и тех подходов, которые были определены и госкому имуществу, совместно с комитетом государственного контроля, она выполнена на 100%. То есть она охватила 70% крупных населенных пунктов, где есть, будем говорить, движение земли. Наиболее эта тема актуальна с учетом сроков ограниченных ее проведения. Получается, с учетом тех данных, которые были предоставлены, по стране было обследовано чуть менее миллиона земельных участков. То есть, если быть более точным, это 981 969 земельных участков. Факты нарушений самовольного занятия или несублюдения границ или нецелевого назначения земельных участков были подтверждены в отношении 252 794 участков. То есть четвертая часть, по сути? Да, будем говорить, четвертая часть, это вот нарушения. Но это много? Ну, как сказать много? Я бы сказал, что немало, да. Это немало. Но основная часть нарушений, это именно строительство в сельских населенных пунктах, да, вот этих вот различных сарайчиков, гаражей, курятников, вот эти вот моменты. Ну и плюс занятия гражданами дополнительных земель. То есть, предоставили гражданину земельный участок там, грубо говоря, там 20 соток, да. По факту, смотрим, у него не 20, а 22, 23 сотки. То есть, вот граница со временем же все заинтересованы, что-то больше распахать, засеять. То есть, это такие незначительные, ну, особо ни на что не влияющие нарушения, но которые требуют именно их узаконения. Поэтому... Такой вопрос у вас в этой связи. Вот многие говорят, земельная амнистия, но не до конца все понимают. Вот давайте проясним вот такой узкий момент. Амнистия касается нарушений, связанных с захватом там, вольным или невольным, чужой земли, либо с незаконным построенным строением. Или того и другого вместе взятым. Того и другого вместе взятым. И вот эти вот условия, хотелось бы, ну, немножко на условиях части их остановиться, да. Ну, первое. То есть, узаконение возможно в тех случаях, когда сохранение возведенного, реконструированного капитального строения здания сооружения или изменение целевого назначения земельного участка не получат существенных нарушений градостроительных и строительных норм. Грубо говоря, если он не представляет опасность. Совершенно верно. Поскольку мы, опять же, говорим, что идет самовольное занятие, то обязательно должно быть согласие землепользователя, чьи земли заняты. То есть, вот эти вот моменты основные. Ну, опять же, если согласен оплатить стоимость за легализацию, тоже условие. Ну, и то, что эти нарушения совершены были именно до 1 сентября 2022 года. Это тоже основное. Чтобы не было возможности узаконить те нарушения, которые, ну, не дай бог, кто-то совершит после этой даты. Если говорить, например, о Витебске. С чего начать людям? Куда им обратиться? Вот кто-то решил, да, не надо мне заниматься, прятаться от кого-то, землеустроителей. Хочу легализовать узаконение. Ну, с чего человеку начать? Куда ему обратиться? И все-таки вот про штрафы про эти нужно рассказать за легализацию. Что все их заплатят, да? Кто-то обратится. Ну, с чего, конечно, начать? Сегодня какая работа проводится в области? Сегодня идет, по крайней мере, разъяснительная работа среди граждан. Вот мы, я, наверное, повторюсь, скажу о том, что размещены статьи в средствах массовой информации о возможности легализации этих земельных участков. Далее работа будет проводиться следующим образом. То есть, районы, зная вот эти нарушения, будут созданы комиссии по возможности узаконения вот этих земельных участков. Гражданам каждый райисполком, каждый сельский совет, где есть нарушения, будет уведомлен гражданин о возможности узаконения вот этого земельного участка с выплатой определенных, конечно, сумм за легализацию. А когда вопрос по созданию этих комиссий начнется? Уже работают, уже комиссии созданы. Уже по всех районах, да? И по стране, соответственно, тоже. Совершенно верно. И вот эти факты выявлены, они тоже утверждены исполнительными комитетами своими решениями. Вопрос ребром. Все хотят получить на него ответ. Все ли самоволки узаконят? Кому и из-за чего придется все-таки вернуть земельный участок в исходные границы? А кому придется и снести свою постройку? В каких случаях это произойдет? Давайте еще раз проговорим. Основной случай, если не будет соблюдаться совокупность условий. То есть, смежный землепользатель не согласен. Все. Оснований нет. Если эта постройка влечет в какую-то угрозу, не соответствует родостроительным нормам и правилам. Это вот основные вот эти вот моменты. А участок? С участком? Если нет постройки, но есть факт захвата земли. Когда придется вернуться в исходное положение? Убрать постройку. А участок потом можно рассматривать в рамках кодекса. Если есть возможность доп. участок предоставить. То есть, мы же речь говорим, уже свершившиеся действия. То есть, если вот это вот строение, которое возникло в результате нарушения, оно не согласуется ни с чем, ни землепользатель, ни против, то предоставить земельный участок тоже никто не предоставит. Как и узаконить это построить. По вашим оценкам, я уверен, что вы такую аналитику уже провели. Вот из этой четверти самовола, которая выявлена в рамках инвентаризации, какой процент все-таки попадает в эту категорию, что им не будет выдано разрешение на узаконивание? Я вам хочу сказать, на данный момент, пока еще аналитику полностью не провели, потому что работа по инвентаризации, она только завершилась. Вот это все факты нарушений, которые я сказал, больше 250 тысяч, они разбиты по определенным критериям. Но вот сейчас на местах проводится анализ. Что из этого можно узаконивать, что нет. Ну, поскольку у нас есть три года времени, то есть здесь надо очень ответственно отнестись, чтобы потом не наломать дров, так, по простым языком, если сказать. Поэтому анализ, он еще проводится, он еще не проведен. Мы только констатировали вот эти вот факты. Спасибо. Следующий популярный блок вопросов, который, разумеется, волнует белорусов, это садовое товарищество. Все мы дачники, все мы любим поковыряться в земле, цеплиться и так далее. Но там же в садовых товариществ возникают за годы их существования определенные вопросы. Все мы их знаем. Некоторые были основаны в 80-е годы, некоторые в 90-е, некоторые позже. Но проблема примерно одна. Когда мерили участки, все получалось, прошло время. Кто-то у кого-то немножко залез на 10 сантиметров, кто-то переделал забор на полметра. И вот из-за этих полуметров разворачиваются целые дачные войны. Люди ссорятся, хотят узаконить. Получается, что схема генплан товарищества не всегда совпадает с тем, что происходит по факту. Все это много обращений в местные распорядительные органы. Так вот, изменение в земельное законодательство, о котором мы говорим, которое вступило в силу, вступает в силу, оно предусматривает определенный ход. Мне кажется, очень полезно для людей и удобно для них. Предложена такая схема, что если, например, все участники процесса не возражают, то участки в фактических границах могут быть узаконены. При этом мы не меняем генплан товарищества. Которое стоит определенных денежных средств, а члены товарищества против того, чтобы менять генплан за их деньги. Ранка Денисович, расскажите, пожалуйста, вы как представитель одного из садовых товарищей Минского района, Минской области, расскажите, как часто выявляются такие проблемы среди дачников, ну и как они будут решаться благодаря новому законодательству. Да, есть проблемы, конечно же, и садовое товарищество, как формировались и более раннее, сейчас и новое, у меня новое, но оно имеет те же самые проблемы, границы земельных участков, как смежные, так и граничащие с землями общего пользования. Если с землями общего пользования вроде бы и председатель садового товарищества не против изменить, но члены садового товарищества против платить за изменение общей застройки садового товарищества. Сколько у вас участков? 252. Скольких из них вы можете на сегодня, положа руку, начать, а сказать, что есть проблемы с землей по соседству? По соседству их немерено, но они как-то пока еще решаются, скажем так, полюбовно, то есть граничат. Но есть те, которые были полюбовно, границы установлены, жили, не тужили, поменялся собственник, и он поднимает вопрос. Как будем, что, чего делать, давай менять, давай. Хотя те границы были, ну, всех устраивают. Вы разъяснили членам товарищества, что идут вот такие серьезные изменения? И они ждали этого. Почему ждали? Потому что есть даже конкретные примеры в моем садовом товариществе. Гражданин буквально там полметра, может быть, даже и меньше, заступил на территорию общего пользования, поставил капитальный забор, но на сегодняшний день не может даже зарегистрировать строение на данном земельном участке в связи с нарушением общего плана застройки. Ему нужно было бы вносить изменения в общий проект. Хотя садовое товарищество не против? Правление не против, но садовое товарищество-члены-то против, потому что нужно платить деньги за изменения. А сейчас он, скажем так, с этим заявлением обратится, и корректировка будет только в рамках этого одного земельного участка. Роман Казанишевич, не все понимают. Давайте объясним. Например, мы с вами соседи. Вы залезли немножко на мою территорию, я немножко залез на вашу территорию. Вы у меня на полметра, я на два сантиметра. Вроде нас все устраивает. Мы с вами договариваемся, приходим к председателю товарища, и говорит, товарищ председатель, мы, в принципе, не возражаем. То есть мы не меняем схему товарищества, а как мы договариваемся между собой? Как потом вам продать свой земельный участок или нет? Учитывая, что граница-то неправильная, все равно пока. Они устанавливают уже по фактическим на сегодняшний день заборам, границам, узаканивают. Где узаканиваются? В БРТИ. В БРТИ. Да, в соответствии с новым законодательством. И уже, скажем так, на основании новых документов уже между собой. В чем плюсы? На какую категорию это рассчитано изменение? Я так понимаю, что все делается для пенсионеров. Для того, чтобы они не переплачивали лишние деньги. Да. Изменение общего плана застройки, она довольно дорогостоящая услуга. И данное изменение, оно, скажем так, не потребует каких-то таких больших сумм для членов товарищества. Ну и еще могу сказать, опять же, норма законодательства, которая уже ступила, это коэффициент 0,5 по приобретению земельных участков. Тоже немаловажный. Уже, скажем так, даже за этот короткий период у меня в товариществе были приобретены участки за коэффициент 0,5 дешевле. Мы говорим о ситуации, когда соседи договариваются в рамках садового товарищества. Если люди не договариваются, и их позиция остается принципиальной, куда им обращаться? Уже же, наверное, не к председателю товарищества. Суд, если есть. Подавать иски. Только судебный орган может разрешить вот эти спорные вопросы. Ну и в таком случае придется переделывать эту документацию. Или переделывать. Нет, ну опять же, переделывать это уже в рамках, скажем так, судебного решения. Кто-то должен забор или отнести, или строение какое-то убрать. И чаще, да, приходится на местности корректировать то, что ты сделал, возвел. То есть, убирать ограждение и ставить это. Ну, хотелось бы добавить то, что касается границ судоводческих товариществ. Хотелось бы обратить внимание, что все-таки при узаконении обращать внимание на ширину земель общего пользования товарищества. Потому что проезды и улицы, так называемые, с удовольствием товарищества, ну, они должны соответствовать, скажем так. Это в интересах самих же граждан. Потому что в большинстве случаев, если кто-то машину возле своего участка ставит, уже вторая может не проехать. Вот этот момент надо обращать. То есть, да, можно узаконить, но если гражданин там занял по четырем сторонам, и мы увидим, что он заузил проезд, который должен быть 5 метров, он сделал его 3. Ну, скажем, уважаемый. Вот мы с этих сторон все согласны, мы вам узакониваем, но с этой стороны будьте добры, ограждение перенесите к себе, во внутрь участка, так, как должно быть. Потому что проезд должен собирать. Для возможности проезда других и технических машин, там пожарная, те же самые, скорая. С чего начать члену садового товарищества этот процесс? Вот он почитал новое законодательство, оно зажгло искреннюю надежду в его душе. Куда обратиться к первому, председателю товарищества или в райисполком? Начиная с председателя, затем в райисполком, заявление на узаконивание данных вопросов. Спасибо. Мы рассказали о тех плюсах, которые дают обновленное законодательство для простых граждан. Но есть целый блок вопросов, где преимущества и новые привилегии получают бизнес. Юридические лица. Сегодня, как известно по новому законодательству, предприятия, юрлица могут брать себе дополнительные участки земли. Причем делать это не так, для расширения бизнеса. Причем делать это не так, как раньше, через аукцион. А как? Без его проведения. Раньше дополнительный участок, юридическое лицо, ну не раньше, а сейчас, на данный момент, потому что норма ту силу не уступила. То есть на данный момент земельный участок дополнительный можно получить без аукциона только в связи с реконструкцией. И эта реконструкция должна осуществляться в отношении основного строения. То есть уже построить склад с выходом за границу предоставленного участка я не могу, потому что это не реконструкция. Вступлением кодекса, пожалуйста, такая возможность появляется. В связи с расширением производства, если надо нарастить мощности, еще что-то, да, и есть возможность дополнительный участок получить, он предоставляется. Второй момент, это, опять же, полторимся, это возможность изменения целевого назначения участка, предоставленного для строительства объекта, до его завершения. То есть поменялась ситуация какая-то, что-то где-то произошли, какие-то процессы, да. Всегда есть возможность поменять целевое назначение земельного участка с учетом вот этих изменений. То есть поменять назначение объекта и поменять целевое назначение. Раньше этого или сегодня это делать нельзя. Бизнес отреагировал на эти изменения? Были обращения к вам за разъяснениями? Конечно, обращения были и раньше, и сейчас были, что действительно случаи такие есть. Когда кто-то начинает строить фабрику, там есть возможность законсервировать, продать, но мне она не надо, но поскольку я купил, то по законодательству я должен завершить и построить или завод там, в зависимости от цели, да, возвести объект и только потом поменять целевое назначение. Поэтому это востребованная норма, да, и просьбы были, и вопросы были. Ильич, вопрос к вам. Часто ли обращается бизнес с этими вопросами сейчас, до этого и сейчас? Насколько это был проблемный вопрос? Пока сейчас, я так понимаю, бизнес это все изучает возможности, но раньше обращения были непосредственно и райсполкома, и в обласполком. А возможности вот расширения производства, ну, Норман не позволяла это сделать только через реконструкцию, как Сергей Васильевич сказал. То есть, основное производство, пожалуйста, цех, у тебя там 20 на 30, ты хочешь сделать 40 на 60, тогда, пожалуйста, тебе будет предоставлен дополнительный земельный участок. Сегодня для решения производства, строительства новых мощностей, складов и так далее, да, пожалуйста, обращаются в исполком по месту нахождения земельного участка. То есть, исполком рассматривает в случае возможности, дальше оформляются материалы. Еще один важный вопрос, инновация, которая стоит проговорить в нашем кругу, это те новополномочия, которые получают свободные экономические зоны в рамках земельного законодательства. По сути, они становятся распорядителями земли в рамках своих границ СЭС и могут принимать решения. Так ли это, Сергей Васильевич? Да, совершенно правильно. То есть, сегодняшнее законодательство, оно позволяло администрациям свободных экономических зон принимать решения по изъятию и предоставлению участков в границах СЭС резидентам этих СЭС, только если это право делегировано соответствующему было сполкому. С 1 января 2023 года такие решения будут приниматься без всяких делегированных прав. То есть, это как бы обязанность, ну, право этой зоны, где закреплено кодекс. Можете привести пример, как это упростить жизнь СЭС, свободно-экономическая зона, руководителю СЭС? Ну, во-первых, срок принятия решения сократится, потому что по-любому СЭС должна согласовать, рассмотреть, потом процесс пошел в исполком, а так будет закрываться вопрос по решению именно на месте. Это облегчит жизнь бизнесу? Я думаю, что да. И такой вопрос, давайте еще раз поговорим в завершении нашей беседы. Какие изменения все-таки мы ждем с 1 января? Просто перечислим их еще раз, с 2023 года. Что вступает в силу по обновленному земельному кодексу новой редакции? С 1 января в силу вступает, первое, это наши размеры земельных участков, раз, норма. Второе, возможность изменения целевого назначения, два, возможность раздела земельного участка, так, возможность совершения сделок. Сокращаются сроки для тех категорий граждан, таких как нуждающихся в улучшении земельных участков. То есть он может распорядиться земельным участком по истечении 5 лет, а вместо 8. Вопросы по предоставлению ЛПХ. ЛПХ может быть предоставлено гражданину независимо от места его регистрации. Это основные? Это основные, да, это основные такие нормы. Игорь Иванович, и такой момент, куда обратиться за разъяснениями людям? Куда мы их адресуем? У человека возникают вопросы. Горячая линия в облсполкоме, в госком имущество, куда обратиться, с чего начать? Ну вот вы называли и местные исполнительные органы, и госком имущество. Но основную, конечно, массу обращений это будут в местные органы власти. То есть в селисполкомы, в райисполкомы, в облсполкомы. Я... Нотариат. Нотариат тоже. Что касается сделок, да, и вопросов оформления наследственных прав, да, к нам. Сегодня исполкомы готовы к этой работе. Проведены с ними соответствующие встречи. Игоском имущество провело с нами семинар по поводу нового законодательства. Мы, в свою очередь, в сельские, в районные исполнительные комитеты информацию предоставили. Ну, конечно, если какие-то будут вопросы, которые не смогут ответить на местах, в облсполкоме в Витебском всегда готовы помочь людям. Спасибо за участие в нашей программе. Это был проект «Страна говорит». Сегодня мы обсуждали изменения в земельном законодательстве. Спасибо. Спасибо. Спасибо.